Это одна из главных улиц Бишкека. Она была названа в честь Тоголока Молдо, Великого Акына. Музеи, парки, школы также носят его имя. А портрет поэта и просветителя изображен на 20 сомах. Внук Тоголока Молдо вспоминает, как впервые взял банкноту с изображением дедушки. С тех пор эта купюра всегда с ним. Тогда Кегину Турдалиеву был 41 год. «Самую первую купюру 20 сомов я сохранил. Она мой талисман и мой путеводитель по жизни. Сейчас мне уже 72 года. Я счастливый отец и дедушка. Этой купюрой благословляют детей и внуков, дабы кто-то из них внёс такой же ощутимый вклад в развитие культуры и литературы Крестана». Задумка дизайнера прошла немалый путь. Вначале идея, затем эскиз, а после готовая купюра. Банкноты национальной валюты номиналом 1, 5, 10 и 20 сомов создавались Дмитрием Лысогоровым и его напарником Анатолием Цыганком. Компьютеров не было, поэтому эскизы делали вручную. Со слов дизайнера, для достижения конечного результата использовали всё – кисточки, карандаши, куаш и акварель. «Что касается двадцатки, то первоначально предполагалось пятидесятка. Тоголок Молдова предполагался на пятидесятки. Вот эскизы, различные вариации. Затем, по некоторым причинам, независимым от нас, решили сделать на двадцатки доголок Молдова». Определяет и выпускает валюты Национальный банк страны. Так, с 1993 года банкноты номиналом 20 сомов были выпущены пять раз в разные годы. «Если остановиться подробнее, вот первая банкнота, которая была выпущена в 1993 году, которая входит в серию переходного периода банкнот. Здесь мы видим изображён Манас. И последняя банкнота, которая на сегодняшний день имеется в обороте – это банкнота из серии четвёртой, модернизированной серии». Сейчас мы находимся в парке имени Тоголока Молдова. Он расположен в центре города и является одним из самых популярных мест отдыха. Здесь находится памятник Акыну, посвящённый его жизни и творчеству. Наша съёмочная группа решила узнать у отдыхающих, что они знают о Тоголоке Молдова. «Я знаю, что здесь стоит его бюст, и он назван именем Тоголок Молдова». «Известный писатель, поэт и деятель». «Тоголок Молдова ваимбет Абдрахманулу дыган Наранды Накталаснан. Уман Саяк Уругу». «Советский народный артист, известен как исполнитель эпоса Манас. Вот, кстати, его памятник». «Нельзя забывать о своих корнях, иначе можно потерять свою личность». Эта цитата относится к творчеству Тоголоку Молдова. «Истинное богатство народа – его люди. Эта мудрая мысль принадлежит Тоголоку Молду. В своих произведениях он отражал жизнь и культуру кыргызского народа, боролся за его права и свободу. Портрет Великого Акына на 20 сомах является символом уважения к его вкладу в культуру и историю страны». Айганушка Доралиева, Алмаз Нурманбетов, Аллато, 24.